В американском Бостоне усилены меры безопасности. Власти боятся стычек демонстрантов и перекрывают улицы металлическими ограждениями во избежание провокаций. Неделю назад столкновения между ультраправыми и их оппонентами в Шарлоттсвилле закончились трагично. Погибла женщина и около 20 человек получили ранения. Металлические ограждения, перекрытые дороги и даже перебой с доставкой продуктов и товаров. Все ради безопасности. Бостон в центре повышенного внимания после беспорядков в Шарлоттсвилле, где акции протестов закончились трагично. Власти города не особо обрадовались, когда правые заявили о проведении подобной акции в Бостоне и даже хотели запретить субботнее шествие. Но суд оказался на стороне организаторов. Мы с губернатором очень четко заявили, не хотим, чтобы какие-либо группы людей, разжигающие ненависть, организовывали шествие в нашем городе. Мы не потерпим никакого подстрекательства к насилию. Мы примем все необходимые меры для обеспечения безопасности в нашем городе. Меня спрашивали, зачем мы разрешили проведение подобных акций. Этот вопрос лучше переадресовать судям, которые четко заявили, что люди имеют право собираться, независимо от взглядов. Самые худшие опасения – стычки между демонстрантами из так называемых разных лагерей. Полиция обещает предотвратить любые столкновения. Все ближайшие улицы перекроют, чтобы не допустить сценария, подобного Шарлотсвиллю, когда ультраправый радикал на машине протаранил толпу демонстрантов, которые собрались на контр-протест. В Бостоне тоже запланированы две демонстрации. Правые выйдут на марш свободы слова. Обещают явиться и несколько организаций, выступающих за расовое равенство. Мы будем следить за акциями с обеих сторон. Кроме того, будет патрулирование на прилегающих улицах во избежание каких-либо провокаций. Следить за порядком будут около 500 полицейских. Спецслужбы отправят своих сотрудников дежурить в штатском. Кроме того, организуют патрулирование в наиболее людных местах по всему городу. Мы не хотим, чтобы подобный инцидент, как в штате Вирджиния на прошлой неделе, повторился у нас. И если кто-либо жаждет неприятностей и придет в Бостон со злыми намерениями, лучше не делайте этого. В социальных сетях около сотни пользователей изъявили желание присоединиться к маршу свободы слова. А на контр-акцию зарегистрировались до 10 тысяч. На прошлой неделе в городе Шарлотсвилль в штате Вирджиния ультраправые выступили против сноса памятников генералам армии Южан времен гражданской войны в США. Их факельное шествие встретили оппоненты. В результате стычек погибла одна женщина. Еще около 20 человек получили ранения. Анна Ильиных, подробности, телеканал Интер.